Всем привет! Вице-президент Международного Союза Конгобежцев о том, как изменится фигурное катание. Главный сезон четырехлетия оставят в памяти поклонников фигурного катания противостояния Евгения Медведева и Алины Загитовой. Невероятные четвертые прыжки 13-летний Александр Руссов, первые за 7 лет медали чемпионата мира российского одиночника, завоеванную Михаилом Каледой. Вице-президент Международного Союза Конгобежцев Александр Лакерник подвел итоги олимпийского сезона и анонсировал ближайшие изменения в правилах, которые могут значительно повлиять на распределение призовых мест. Четырехлетний олимпийский цикл завершился чемпионатом мира в Милане. Можно ли судить об итогах этого периода по итогам мирового первенства? Ведь после олимпийский турнир всегда стоял особняком. Да, чемпионат мира после олимпиады всегда сообразен. Форма многих спортсменов идет на спад, ведь ее тяжело так долго удерживать. Кроме того, вперед между играми и мировым первенством. Не всегда и не всем удается тренироваться нормально. Но спортсменам все-таки приходится на него ехать? Конечно, ведь это не только медали чемпионата мира, это еще и распределение квот на следующие турниры. Спортсмены должны это делать для своей страны. И речь не только о России. Возьмите, к примеру, японца Сёму Умну, который катался в Милане с травмой. И пусть и совсем не здорово, но обеспечил Японии максимальную квоту в мужском турнире. Три фигуриста. Не сделай он этого, японцы могли остаться с двумя. Благодаря выступлению Михаила Каледы и Дмитрия Алиева у России тебе тоже три квоты. Также по три квоты у нас в парном и женском катании. Не смогли добиться этого только в танцах. В парном катании чемпионат для России сложился достаточно удачно. Второе, четвертое и седьмое место. Это очень хороший итог, которого, наверное, и не ожидали. Ведь катание и результат на Олимпиаде были несколько хуже. Поэтому сезон в парном катании можно хоть и с кучей оговорок считать удачным. Но российские спортсмены всегда стремились к первым местам. Во-первых, для этого нужно очень тщательно подбирать программу. У тех же Тарасова и Морозова короткая была на ура. С ней они могли соперничать с кем угодно. Произвольная слишком тяжела, чтобы ее чисто исполнить. При этом она не оставляла яркого впечатления у зрителя. Во-вторых, нужно безошибочное исполнение всех элементов. Да, наши пары откатались неплохо, но ошибки были у всех. Как вы в таком случае оцените произвольную программу немецкой пары олимпийских чемпионов Алена Савченко и Брону Массо? Эта программа скрывает их минусы и подчеркивает плюсы. Ведь пара сложилась недавно. Есть вопросы по скатанности партнеров, по катанию массо. А ведь Алена, честно говоря, катается лучше. Но все это спрятано благодаря программе. А на поверхности только элементы, исполненные на большие плюсы. ГОИ, то есть Грейт оф Эдикэйшн. Эдикэшн. Оценка за исполнение элемента. Видно, как сильно серьезный элемент впечатляют публику и судей. Что изменится в оценках судей Грейт оф Эдикюшн? То есть оценка за исполнение элементов со следующего сезона. Диапазон оценок прилично возрастет. Если сейчас за элемент спортсмен получает от минус 3 до плюс 3 баллов за невыполненный или хорошо выполненный элемент, то со следующего сезона диапазон оставит минус 5, плюс 5. Это новшество было базовым решением прошлого конгресса Альсу. Поэтому сейчас спортсмены будут гнаться не за количество прыжков, а за их качество. То есть великолепное исполнение может пронести 5 баллов. Именно. А при серьезной ошибке спортсмен может, соответственно, 5 баллов потерять. При среднем прыжке результат остается практически тем же. То есть теперь спортсменам придется серьезно подумать, прежде чем шпиговать программы сложными элементами. Они должны понимать, что плохое исполнение будет наказываться сильнее, чем прежде. Да, раньше был смысл идти на сложный элемент. Даже получая за падение минус 3 от базовой стоимости прыжка. Отсюда и часто звучавшие вслед за этим фразы «я упал, но докрутил». Теперь же, если ты получаешь минус 5, от элемента останется пол цены. Вопрос встанет больше перед тренерами. Идти на весь набор четвертных прыжков или урезать их количество, чтобы что-то осталось от программы.